Ребята, всем привет! Вы на канале Семян и Чемоданах. Если еще не подписаны, наши каналы впервые попали, то нажимайте вот на эту красную кнопочку и на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков и новых событий. Сегодня я приглашаю вас в интересный выпуск. Мы пройдем по нашей любимой улице, по Таврической, посмотрим ее окрестности, дойдем на море, посмотрим, как там обстоят дела в Олимпийском пляже возле Магеллана, бархатных сезонов. Погнали! Итак, мы находимся сейчас на Таврической уже улице. Вон там, где разноцветные дома, это жилой комплекс фрукты строится. Шикарная здесь панорама. Мы там же живем напротив ЖК фрукты. Что хочу сказать об изменениях. Смотрите, здесь раньше на вот этом пятачке можно было вот так останавливаться, а сейчас здесь... Сейчас я перебегу дорогу. Нифига вы стартанули, я даже не ожидал, что вы побежите. Смотрите, здесь, значит, установили вот эти вот оранжевые кегли, и теперь тут нельзя никак заезжать. Ну, короче, здесь прям такая была некая парковка. Здесь очень любила Белка Карс возить свои машины и отгонять их на сервис. И здесь даже теперь сотрудники ДПС, они стоят. Обычно они здесь почти каждый день дежурили на вот этих островках, а сейчас нет. И сегодня, когда мы ехали, да, с пляжа, они просто стояли вот тут, короче. Только с той стороны. Мы сейчас перейдем дорогу и пойдем уже вот дальше по Таврической улице. Будут вам там все показывать, покажу один жилой комплекс, покажу отель, где мы впервые остановились, когда приехали в Сочи. Покажу вам нашу любимую кафе-столовую-ресторанчик. Ну, короче, сами все увидите. Будем переходить. Так, ребята, пока мы переходили дорогу, у нас пошел дождь. Сегодня творится с погодой что-то непонятное. Утро началось с нереального тепла, светило такое яркое теплое солнце. А потом, когда мы поехали к морю, начало плавно все портиться. И сейчас вот затянуло тучками. Очень нравится прогуливаться по данной улице, потому что здесь открывается вообще великолепная панорама на горы. И нам ходить пешочком вот как раз домой очень нравится. Здесь, за вот этими деревьями, находится бесплатный, друзья, орнитологический парк. Правда, вход он имеет один. Видите, люди пытаются зайти, но у них ничего не получится. А нет, зашли. О, открыли вход. На, смотри, вход открыли в орнитологический парк. Вот, совсем недавно был только один вход, он находился аж там. А теперь вот открыли еще и второй вход. Вот, видимо, либо то ли из-за выходного, либо из-за того, что людей становится все больше и больше. Можете заметить, что здесь огромное количество прокатов велошеринга, самокатного шеринга. Я снимал выпуск на эту тему и брал, значит, самокат, вот, приложение ВУЖ. Показывал, рассказывал, сколько стоит. Мы прокатились по всей Олимпийской набережной. Поэтому, кому интересно, зайдите, посмотрите. Вот так выглядит выпуск. И ссылочку на данный выпуск я прикреплю под этим видеороликом. Так, в ту сторону уходит улица. Можно дойти до Сочи парка. Виднеется отель «Богатырь». Здесь речка Говнотечка. Туда идет комплекс «Бархатные сезоны». Там тоже можно прогуляться. Даже в сезон там всегда очень спокойно. А вот отель. Отель «Русь». Это тот отель, ребята, в который мы первый раз приехали в Сочи с семьей. И первый раз остановились. И мы всегда выходили из отеля, смотрели на вот эти виды панорамные, такие классные горы. И всегда хотели поехать туда прокатиться, посмотреть. Но я тут у Настеньки сказал, нет, Настенька, на Красную Поляну нужно ехать и жить. И буквально через год мы собрали вещи и уехали туда жить. Прожили там чуть больше четырех месяцев. И с тех пор наша жизнь еще изменилась. Мы живем в путешествиях. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома. Ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму. Мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное. Но там есть свои вопросы и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд, авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Вот это вот все, это гостевые дома. Для тех, кто приедет в отпуск чуть надолго и хочет заказать что-то, например, на Вайлбересе, то вон виднеется синенький пункт выдачи Вайлбереса. Здесь все функционирует. Что касается, может быть, есть вопросы по маскам, да, как здесь соблюдаются всякие истории по поводу коронавируса, то здесь, ребята, все спокойно. Ну, кто-то есть еще и ходит в масках, заходят в заведение, а так абсолютно везде все заходят и все спокойно, нигде ничего не требует. Ну, в некоторых магазинчиках вас на кассе попросят одеть, а так в целом вообще всем все равно. Так, продуктовый магазин довольно-таки старый. Здесь вот это кафе, тоже очень старое, мы его знаем, помним. Вот по левую руку есть пекарня, кафе Бармангал, очень вкусные там булки, поэтому, конечно, если вы будете в этих краях, обязательно зайдите и попробуйте. Здесь очень классный интерьер. И вот это кафе, да, фудкорт, относится к вермишели. Это наше любимое кафе, сейчас покажу, оно находится вот здесь через дорогу, вот он вход в вермишель. Давай ручку. А вот зеленый комплекс, вот красный вот это, это отель Bridge, зеленый комплекс, это комплекс, в котором мы изначально хотели остановиться. Смотрите, Бамблби едет, Бамблби едет, пацаны. Бамблби, да. Вот. Есть значок. Вот вермишель, чуть я сбился со своего рассказа, детям показывал Бамблби. Всем рекомендуем данное место, здесь можно покушать как по меню, так и зону раздачи, но тут вообще очень вкусно и очень доступные цены. Все, кто здесь был по нашей рекомендации, конечно, говорят, что это прям вообще топчик на всей улице, что тут существует. Итак, ребята, вот этот жилой комплекс зеленый, мы тут изначально хотели, короче, снять квартиру, Таврическая 3, да, если это годное обозначение. Короче, как говорят, он проблемный, ну, кто хочет, например, купить. А мы почему там не сняли, потому что мы когда-то зашли, там начали резко все долбить. Короче, там идут ремонты, если вы снимете на время отдыха отпуска своего жилье, я не уверен, что ваш отпуск будет кайфовым. Здесь есть такая скульптура эфилевой башни, если фотографировать снизу вверх, то фотка получается, короче, интересно. Вот у Настеньки есть фоточка на Настеньку в Инстаграм, подпишитесь, и там можно будет глянуть. Но не лезть к ней. Здесь раньше находилась тоже столовая, вот вместо вот этих клумб сейчас это вот все разрушили, сделали высадку, но продолжают реконструировать столовую. Возможно, здесь будет какой-то большой ресторан, но это не точно, это мое предположение. Небольшая схема. Так, и мы с вами, видите, уже подошли к парку. Парку с аттракционами «Отдых и развлечение», он так скромно и называется. Так, Родион, ручку давай мне. Куда, Стенок? Из каких-то классных аттракционов в этом парке нету ничего. Сколько раз мы пытались тут погулять, запустить, так сказать, детишек нет, потому что нам везде отказываются из-за возраста Родиона. Да, Родион. Мама, я тебя люблю. Я тебя тоже, сыночек, люблю. Вот это главный вход. Короче, ну не знаю, кто будет, но welcome, конечно, без проблем. Приходите, посмотрите. Но в целом, ну так, нам, короче, вообще не нравится. Сколько раз мы, ну мы катались, конечно, здесь на каких-то различных аттракционах, но что-то как-то, ну не очень. Смотрите, какие огромные кипарисы. Классно. Вот тоже столовая. Мы тут ни разу не ели, но в целом здесь всегда чистенько, уютненько, территория, есть открытая зона, ну, нормально. Вот это аллея кипарисовая. Вот если с дороги, дай руку. С дороги, посмотрите, как это смотрится. А, давай подождем. Да, сейчас будем ждать. А, давай подождем. Да, 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 сейчас будем ждать. А, я легко. Родион устал, и когда он устает, он всегда вот так делает. Он садится на мою ногу, как на лавочку, да? Их ты. Так, Настенька, Артемка. Ладно, мы продолжаем. Короче, аллея вообще очень крутая. Так, сейчас перейдем с вами на ту сторону, покажу вам местный фонтан. Я называю это площадь алкоголиков. Ну, тут реально собирается, короче. Интересный, интересный контингент. Парни нам сюда, парни. Сейчас, короче, ну, посмотрите. Может быть, мы даже кого-то увидим. Ну, конечно, увидим, я уже вижу. В общем, друзья, вот эта площадь. Здесь очень много птиц. На лавочках люди, короче, сидят, отдыхают. Вот, выпивают. Здесь периодически проходят еще концерты возле вот этого дома. Так он, дом культур, по-моему, называется. Вот, ну, в принципе, такая зона. Ничего. Вот, можно здесь погулять. Ну, в любом случае, вы через нее будете проходить, если где-то остановитесь в этих краях и попадете к морю. Так, вот, даже здесь какой-то музей истории. И пошли, короче, все. Кафешки, рестораны Ла Луна. Да, классный рестик, 100%. И пошли вот такие палаточки. Ждешь, давай мне руку. Пам, мы еще будем домой пешком идти. Да, немножко прогуляемся сегодня. Зато у нас отрывку сегодня выход. Родиону не нравится, что мы пешком пошли. Так, вот он, ресторан. Вообще, просто наша рекомендация. Сейчас, подождем. Давай, садись, садись. Вот, видите, опять Родион устал. Вот. Так вот мы сидим, отдыхаем. Кто будет в краях залетать в этот ресторан, ну, цены, в принципе, так, ну, что тут, давайте, вот, креветки 250 грамм, 750 рублей, не знаю, корейка и караигненка 700 рублей за 100 грамм. Ну, такие, короче, рестораны, да, плюс первая линия. Алана Роял Хотел, тоже прекрасный отель с панорамным остеклением, вид на высоченные кипарисы. С той стороны, получается, окна выходят на море. Так, мы с вами подходим еще сейчас к нашей любимой, любимой палатке. Мы всегда там, как правило, берем деткам мороженое, потому что на всей береговой линии там оно самое вкусное и самое дешевое. Стоит один шарик 55 рублей вот эта палатка. Здесь также есть большой прокат, где можно снять что угодно от маленьких велосипедов до больших с креслами и электротехника. Так, и дальше мы с вами попадаем в сквер. Соник. Соник. Такой сквер. Здесь по вечерам все подсвечивается, да, вот видите, прожектора стоит. Есть палатки, высадки, есть детская площадка. Вот, ну, здесь всегда так многолюдно. Даже учитывая, что сейчас пасмурно, ветерок и прошел дождик, людей все равно достаточно. Здесь за счет вот этих кипарисов можно укрыться, дождя, если вдруг вас настигает дождь. Забегайте под любой кипарис. Кипарисы всегда как зонтики. Здесь есть туалет, охрана, прокат, можно много чего купить. Так. Друзья, давайте поздороваемся. Многие из вас скоро сюда приедут. Так, пошлите на пляж. Пойдем, пойдем, да. Так, мороженое уже открылось. Я вам уже показывал как-то в выпуске. Вот он, ресторан Магеллан, как основной элемент, где можно ориентироваться. Я всегда привожу его в пример. И говорю, вот пляж возле Магеллана. Вот женщина разворачивает дождевик. Здесь их многие, кстати, кто продает. В любой палатке можно купить. И в дождик это лучше, чем зонт, потому что порыветры такие, что зонты обрывают. Вот челаун-зоны вот такие сделаны здесь с козыречком. Галька завозная. Вот так все здесь укатано. Иногда, конечно, торчат вот эти всякие булыжники. Слушай, а людей сдуло, да? Вообще, мы сегодня с утра, когда приехали, здесь вообще было столько людей. И никто никого не парил, что ветер, что дождик и так далее и тому подобное. Сейчас вот все, людей нету. Пляжи пустые, даже вон завезли прокатывать. Сегодня с утра не было. Вот красные подушечки, но типа не актуальны. Давайте пройдем сейчас с вами по берегу. Вдалеке можно увидеть трактор. Что-то он там роет. Сейчас пойдем поближе, посмотрим, что именно. Я неоднократно уже говорил в выпусках и сравнивал вот эту гальку завозную. Блин, я не знаю, какими словами ее называть. Но он настолько стрёмный относительно родной гальки, которая в Адлере, либо в Сочи на пляже, по которой приятно ходить. Ребята, здесь завезли булыжники, понимаете? Как по ним передвигаться, я не представляю. Причем есть даже вот такие поломанные. Они нереально острые. Что здесь будет летом, я вообще просто не представляю. Как здесь вообще можно будет отдыхать и как здесь можно будет ходить. Учитывая, что бумеритинки, пляжи вообще забиты на повал. Еще вот эти булыжники, ну их, наверное, закроют. Но будет шторм, их опять откроют. В общем, ребята, из-за того, что галька очень большая, по ней ходить, ну, правда, проблематично. Я вот просто иду в кроссовках и вообще неприятно. А босиком так это будет вообще ужасно. И я думаю, что резиновые тапочки, которые продаются, они точно не спасут. Сегодня, кстати, хочу заметить цвет моря. Такое насыщенное. Ой-то, зеленоватый что ли. Посмотрите, какой, надеюсь, цвет передается. Давай идет к нам. Так, ладно, давайте с вами продолжать наш поход по пляжу. Дойдем до трактора, да, посмотрим, что копают. Посмотрим, что там устанавливаются, да, и как готовят к сезону меритинку. В недавнем выпуске я показывал, что на пляже Бридж, бархатные сезоны, тоже работала техника. Трактор копал, значит, такие большие ямы. А в яму уже непосредственно устанавливались такие большие бетонные блоки. В общем, зайдите, посмотрите, отлистайте, там найдете выпуски, все есть. Ну вот потихоньку готовятся. А еще я слышал информацию, ребята, что сезон будет открыт не 1 июня, а 1 мая. Это как бы не точная информация, просто я слышал уже из нескольких источников это доносится. Не знаю, будем наблюдать за ситуацией. И если откроют первый, это будет прям вообще классно. Вот видите, да, как здесь все вырыто, не отцеплен пляж, да, то есть можно, как говорится, пройтись, да, посмотреть что-то как. Вот, видите, вот они бетонные. Здесь, наверное, их еще продолбят и установят теневые зоны. То есть получается, что береговая линия, она будет вся усыпана вот такими теневыми зонами. И это очень-очень хорошо. Мы сейчас с вами уже подходим на пляж Бридж. Вот если замечаете вот этот бетонный забор, то там он начинается уже белого цвета. То есть это как раз и есть вход на пляж Бридж. Они выкрасили свою территорию. А это, как бы, я так понимаю, вообще никуда не относится. Может, какой-то а-ля муниципально-городской. Но мы его называем Магеллан. Как ориентир, да, ресторан, как я говорил чуть ранее. Посмотрите, какой прекрасный цвет моря. Там темно-синий, а здесь прям какой-то зеленоватый, да, оттенок, изумрудный. Сегодня явно не погода. Утром была нереально теплая погода, ребята. Прям вот без пяти минут, как лето какое-то. И, видимо, все поняли, что нужно срочно привозить эти подушки для отдыха. Приезли, и люди их не берут, потому что, ну, сейчас достаточно прохладно. Здесь тоже уже много раз показывал. Здесь такая, есть кусок пляжа с мелкой-смелкой галькой. Называем его песок, что деткам будет комфортно. Раньше здесь еще, вон там вот стояли лавочки с таким навесом. Их убрали, когда здесь были шторма. Возможно, в ближайшее время поставят. Будем с вами наблюдать, как здесь будут дела, как бридж будет готовиться к сезону. Вот, про что я вам говорил. Вот они, бетонные блоки. В них уже вкрутили болты. Видите, вот бетонка. Вот бетонные. Вот опять новая галька. Резко цвет отличается. Она коричневая, такая грязноватая. А там вот другая. Волной пляж разбивает. Делает такую яму, вон, видите, перед самим морем. Вот. И вот надпись бридж, бридж отель. Вот. Вот еще один бетонный блок. То есть здесь вот установят еще балки вверх. И будет теневой, теневая зона. Там у нас, можете заметить, сразу повыходили вейкбордисты, которые с парашютом летают. Их сегодня утром было даже очень много. Сейчас их еще больше. Ветер и сразу здесь. Короче, не погода. Это их конек. Однозначно. Ну что, друзья. Вот такая вот у нас обстановка. Прошлись с вами. Прогулялись. Дошли с вами до площади дружбы народов. Открывается у нас с вами вид на абхазские хрипты. Посмотрите, как это красиво. Там пляж Бархатные сезоны начинается. Скульптуры дельфинов. Вон они установлены. И здесь всегда можно увидеть дельфинов. Постоянно про это говорю. Потому что я уверен, что многие-многие не видели никогда дельфинов, которые подходят очень близко к берегу. И вот этот пляж Бархатный сезон, он как раз именно та локация. Классно. Ну что, друзья. Вот такая у нас с вами прогулочка получилась. Как вам выпуск? Пишите свои комментарии. Пишите, кто вот-вот собирается и приедут отдыхать в Вадлер, либо в Сочи. Где будете останавливаться? Пишите, делитесь своим мнением, своими впечатлениями. Как вам Мемиритинка? Как вам пляжи? Как вам Таврическая улица? Может быть, кто-то отдыхал на Таврической улице? Кто был, заходил когда-то в Мишель, может быть. Тоже пишите. Всегда интересно читать ваши мнения, ваши пожелания. Делайте репост данного видеоролика. Это очень помогает развитию канала. Просто нажимайте репост и в любую социальную сеть, не важно, вайбер, ватсап, вконтакте, инстаграм, вообще не важно. Просто сделайте репост. Ничего сложного, а поддержка этого канала просто безумная. Подкрепляй лайком выпуск. И до новых выпусков. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока.